Привет, друзья! Сегодня я хотел бы записать небольшой обзор о спиннинге, который я приобрел в прошлом году. Называется он GAT Fire Test 735, длина 1,82 м. Отловил полноценно весь прошлый сезон. Использовал я его в комплекте с катушкой Reobiexia 2000 MX. Ну и, собственно, уже имею определенные выводы по поводу данного спиннинга, с которыми хотел бы поделиться и с вами. Ну, прежде всего, я уже говорил, хотел 1,93 м, но 1,82 м оказался тоже очень интересной палочкой. Почему такая длина? Ну, прежде всего, я ловлю с лодки, ловлю на 13-сантиметровые воблеры, ну, начиная от 110 до 140-го. И вот именно при выполнении твичинговой проводки с лодки такая длина, она наиболее целесообразна. Ну, поскольку длинным удилищем ловить не очень удобно, джиговать, да, там какой-то классический, скажем так, спиннинг. А вот именно заточенные под твич с лодки, именно эта модель. Чем интересно? Ну, прежде всего, удобный катушкодержатель, гайка снизу, разнесенная короткая рукоять из Эва, тоже очень удобно. То есть, вот ловил я в последний раз, вернее, заканчивал рыбалку уже в начале января. То есть, холодно, и ручка не промерзает, ну, и, соответственно, ваши руки не мерзнут. Имеется ху-кипер для пристегивания приманок. Ну, такой интересный неброский дизайн, то есть, черный серебристый. Ну, и здесь надпись фирменная, гадовская, красного цвета. Спиннинг такой, ну, достаточно легкий, хотя при этом очень прочный. Вот самое главное, когда я выбирал спиннинг, то, ну, понятное дело, поиск в интернете, потом спрашивал друзей, хотелось что-то такое интересное, ну, и при этом особо не переплачивать. И вот один из товарищей посоветовал именно данную модель. То есть, он ловит там на револты различные, еще какие-то дорогие спиннинги, которые стоят там и 10, и 20 тысяч. И вот неожиданно положительном ключе высказался именно от данной модели. Ну, и ее и приобрел, стоя он тогда, не помню, что-то в районе двух с небольшим тысячи рублей. То есть, столько же стоят там и финны какие-то, да, юи китайские, ну, которые абсолютно несравнимы именно с данным спиннингом. Ну, вот, до этого у меня был в Блэк Холле. Стерч это ТС-7-28, длина 2,40. Ну, скажем так, палка среднебыстрого строя на первой же рыбалке показала, что просто проваливается именно под Рудрой, под Макс Квадом, еще какими-то там воблерами. Ну, и, соответственно, хотелось такую клавитую палочку, как минимум быстрого строя или там сверхбыстрого строя. Ну, в общем, вот так у меня и появился гад. Файер. Что я хочу сказать. Спиннинг. Отлично вяжет рыбу. Отличное бросковое качество. Очень крепкий. То есть, цеплял я и за ветки там, и коряги таскал, и все на свете. Ну, понятное дело, что во многом зависит от катушки, а вот Экси, она как раз такая тяговитая, и позволяет именно успешно вытягивать все это дело. Ну, и опять же, и спиннингу. Ну, то есть, и какая-то часть усилия именно уходит на бланк. Щуку ловил самую большую на 7200. Поймал ее на Драгу от Суёки 130. Ну, и скажу вам, вот именно с крупновоблерами работает он просто отлично. То есть, анимировать данные приманки очень интересно. Во-первых, чувствуешь, как работает приманка под водой. Да, какие-то воблеры напрягают его больше, какие-то меньше. Также я его пробовал и с клеблом, и с крупными вертушками, там, не знаю, четвертого и более размера. Пробовал джиговать. Джигует тоже неплохо. Вот на данном водоемчике, он такой небольшой. Ловил я на силикон 4-дюймовый. Тоже все отлично стучит, все в руку отдает. Ну, маленькими не пробовал, потому что все-таки эта палочка с тестом до 35 грамм. Ну, и считаю, что именно со всеми видами вовли, с любой анимацией она успешно справляется. Ну, и особенно повторюсь именно вот с крупными воблерами типа ОСП Рудра, Джекал Макс Кват, Джекал Рерайч, Танцу Ребита, Миноу 130, Воруны, Депс Болисонги. Ну, единственное, больше всего напрягает спиннинг, это Депс Болисонг Лонг Билл. То есть, такой тяжелый упористый воблер. Ну, при этом абсолютно не критично, то есть, все нормально. Не на грани, скажем так. Пробовал перегружать его только джиголовками слегка. Ну, запас прочности есть. Я еще раз повторяю, бланк очень мощный, очень мощный, но при этом я не скажу, что прям он совсем так колл, не знаю. Нет, такая элегантная снасть, которая работает именно вот в таком, в тяжелых условиях. Ну, и сейчас выполню несколько бросков. Вот этот у меня есть немножко воблеров для именно данного спиннинга. В этом году я приобрел Риоби Эксиа трехтысячную для него. Двухтысячную поставлю на джиговую палочку. Все-таки воблеры тяжелые. Ну, и, собственно... Сейчас я выполню несколько бросков, и мы посмотрим. Итак, вот первый МАКС КВАД 128-й, Риоби Эксиа и ГАДФАЕР. 7.35, 10.20, ЛИБРО. Строй ФАСТ, то есть быстрый. Ну, и спиннинг полностью оправдывает все эти надписи. Итак, ну, вот где-то порядка 35-40 метров. Работает кончик удилища. Сегодня 2 МАЯ. Щука на этом водоеме есть, но очень мало. То есть осенью, летом. Ну, сейчас ранняя весна. Лёд недавно сошёл. Как-то природа так быстро. Вода только начинает светлеть. Ну, вот такой хороший заброс. Ну, понятное дело, что тяжелые воблеры. Но, тем не менее. Бросаешь уверенно, смело. Не боишься, что у тебя там вместе с воблером улетит кусочек. Бывают и зацепы за удилище. Ну, или там душка. Леска укладывателя забыта. Ну, и, соответственно, сильное напряжение на бланк. Ну, и при этом всё в порядке. Итак, МАКС КВАД. Если кому интересно, можете зайти на сайт рыбового магазина в магазин. Там есть мой обзор на данный спиннинг. Очень много фотографий. Щук, который я поймал данным спиннингом. Ну, вот, к сожалению, камеру приобрёл. Только это и зимой. Ну, а теперь смотрим, что происходит с Рудрой. То есть, вот, ОСП Рудра и Готфаер. Заброс где-то метров 55. Ну, и, собственно, игра. Водка мягкая, у меня не очень удобная. Сейчас попробую показать вам. То есть, вот, смотрите. Рудрочка послушно себя ведёт. Ничуть она не напрягает бланк. Работает удобно. То есть, не то, что я там прям твёрдой палкой её дёргаю, а всё. Идёт амортизация, отдача шнура. В том году на этом месте данным спиннингом и Рудрой были пойманы три щуки. То есть, все лавили на вертушки, там, на колебалочки. Температура градусов под 30. Ну, и, понятно, все лавили на летние приманочки. И вот я неожиданно для всех именно на такие крупные воблеры поймал на этом месте. Правда, не на этот, в частности, воблер, а на медленно всплывающую версию. Вот такая вот 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 на это Рудра. Это у меня самая любимая. красотка, обожаемая. Много, очень много щука она увидела. Вот этот интересный цвет, битое стекло. В этом году добавил тоже медленно всплывающую версию. Только вот в таком интересном цвете сейчас. Кстати, в воде она ни разу не была. Погремушечка. Шнур использую. Шнур использую 0,16. Ну, и теперь заброс. Ну, да. Тут все понятно. На то на Рудра отлично летит, отличная балансировка. Ну, единственное, что вот не любым спиннингом вы ее анимируете. А Godfire справляется с этим отлично. Очень интересно работает с крупной щукой. Просто гасит все ее рывки. отлично. Можно и форсированную вывожу, и там деликатную какой-то. То есть никаких проблем с этим не возникает. сейчас весна, время более деликатных приманок. Ну, хотя все может быть. Хотя конечно надо менее агрессивную проводку использовать. давайте вот посмотрим цори битая. Минол 130 F по общей версии новый воблер. Приобрел его в двух цветах. Ну, и посмотрим как собственно он летает. Ну, летает он ну, наверное то же самое как и ОСП то есть тут разницы нет. Ну, этот воблер с небольшим заглублением не буду и отвечать здесь глубина 4,5 метра вот поехал вот и смотрю рыбка плавает все время в движении ну скорее всего лечь красноперка ну где-то внизу возможно и стоит хищник то есть вот так так ну что еще ну вот давайте возьмем диамоб посмотрим так система дальнего заброса имеется посмотрим как летает летает он тоже ну может там пяток десяток метров меньше чем Рудра Цурюбита Миноу какая стая идет вот смотрите косяком а вот я приобрел две недели назад называется Garmin Striker 7 с боковым сканированием купил его за 35 тысяч рублей у Владимира сайта сайта русфишинг так ну что ну вот давайте макс квад запустим 115 приманка полегче ну полегче не значит слабо ну то есть вот в среднем смотрите все приманки где-то порядка 50 плюс минус метров то есть большой разницы нет все что летит то летит нижний тест ну про воблеры если честно не скажу то есть вот 110 дай ну вот типа 115 110 другие ну допустим инквизитор от strike про полет ой-ой-ой-ой этот что-то совсем далеко улетает сейчас посмотрим как как он работает ну приманки не упористые но тем не менее неплохо конечно не так нагружает буанк как более упористые но можно анимировать запросто то есть 110 140 это песня это 100 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 хорошо так хорошо ну что еще попробовать что еще попробовать давайте попробуем вот 140 донзента от pantone 21 трехсоставной свим-вейт такой тяжелый сейчас мы его отправим в путешествие вот так 140 не значишь он поверхностная приманка то есть принципе вот ну что толку проверять все они одинаково летят одинаково нагружает бланк ничего особенного нет сейчас я посмотрю вроде бы был у меня силикон здесь где-то где-то был у меня силикон а давайте посмотрим опера вот если мне тут три штучки в частности сорт киллер об 13 грамм полет отличный слышите как красота ну рывковая проводка это стихия данного спиннинга и вот длина видите то есть если было длинное удилище то ничего хорошего я не вижу а вот даже в такой маленькой лодке особенно вот я пробовал 240 спиннингом твичить это что-то вообще нереально то есть это надо выполнять как-то поверху к воде не опустишь очень тяжело вот именно этот размер отлично так вот если у нас тут мой любимый виброхвосты от ревакс девятка 22 грамма то есть ну такой как раз полет отличный ну и теперь так даем опуститься подброс здесь вот травка и очень завеленное дно собираем мы травку ну все видно все видно тяжелая головка пропахали одно так ну и теперь что мы тебе поставим еще что-нибудь маленькое так вот 8 10 грамм головка забрасывает хорошо уверены и кстати серия godfair она представлена многими моделями то есть разные имеется тестовые варианты различная длина то есть вот именно для twitch можно было подобрать любую палочку там ну соответствие у каждого есть свое предпочтение в том диапазоне которыми они ловят ну и я тоже думал сначала что возьму такой же ну и решил просто чисто ради интереса взять тоже гадовская модель только год харьер я взял 2 12 с то есть вот именно в тесте до 12 грамм я буду ловить той палочкой все остальное время вот начиная с конца лета и до самой зимы именно вот этой ну и для джига я использую год в ру бы коле стерч мне нравится очень как она работает в общем друзья вот такая вот интересная палочка отлично работает следов эксплуатации практически нет то есть вот колечки также хорошо себе показывает единственный минус вот кстати все плюсы плюсы хвалю его единственный минус который я заметил это через скажем так некоторое время когда вы ловите ну там через полчаса вот это вот гайка нижняя она отворачивается то есть она вот ее вроде затягиваешь но контакт держать очень удобно то есть вот раз вот таким образом я обычно я держу и вот видимо здесь вот эти движения не отворачивает пробку мне нравится сверху когда закручатся но тем не менее все отлично спиннинг рекомендую ну на этом все подписывайтесь на канал скоро будем показывать его в действии будем ловить щук ну и соответственно радовать вас ну и себе прежде всего именно поимкой долгожданного трофея подписывайтесь на канал Продолжение следует... Продолжение следует...